здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана в руках у меня бокал игристого и именно игристым винем мы с вами сегодня будем разговаривать а точнее о том как его приготовить в домашних условиях первое что следует сказать это то что есть две несколько разные технологии приготовления игристых вин первый вид игристых вин это игристые вина приготовлены по классической технологии очень кратко что из себя эта технология представляет мы берем готовое сухое вино в него добавляем сахарный сироп определенной пропорции дрожжи закрываем бутылку ставим на вторичное брожение а второй вид игристого вина так называемое деревенское шампанское или 15 когда недоброженное вино с остаточным сахаром закрывается в бутылке там дображивает образуются пузырьки и также получается игристые вино и сегодня мы с вами будем разговаривать именно об этой технологии и прежде чем мы перейдем непосредственно к технологии я хотела бы обратить ваше внимание на один важный момент рассказывать я буду подробно обращая ваше внимание на все тонкости на все сложности с которыми в процессе приготовления столкнулась лично я сама периодически в комментариях я встречаю такое мнение о его там тяните время одна вода одно сплошное если да и виноделие это импровизация зачастую виноделие действительно очень много если и залог хорошего результата и хорошего вина это выдержка выдержка винодела поэтому если вы действительно хотите со всем разобраться и прийти к нужному вам результату то наберитесь терпения на теперь переходим непосредственно к технологии первое со всех ли сортов можно делать игристые в принципе можно со всех но есть одно но одни лучше подходит для игристого другие хуже а какие сорта подходят лучше всего пожалуйста не спрашивайте у меня вот название такого-то сорта а подойдет ли он я не знаю я не знаю все сорта я работаю не со всеми сортами и знать все абсолютно невозможно но какие сорта точно подойдут сорта высокоароматные сорта с тонкими легкими ароматами и что точно не подойдет это грубые сорта высокотонинные те которые вяжущие вот те да но они немножко не для этого игристое вина они любят легкость белый виноград розовый красный да пробуйте пробуйте смотрите импровизируйте единственное что вот именно высокотонинные сорта они ну не очень хороши напиток получится грубым еще 15 напиток очень демократичный поэтому тоже видео я буду часто повторяться что если вы хотите делать это то можете делать если не хотите то можете не делать и правильно будет и так и так а вы со временем разберетесь что для вас более удобно более результативно что менее после выбора сортов у нас идет подготовка виноматериала которая содержит классические этапы приготовление ли сбор дальше вы решаете вы вино делаете по белому типу а когда сбраживается только сок либо вы ягода дробите настаивайте некоторое время на мизге но уже дальше ставите дображиваться в бутыли смотрите какая красота я вчера только сняла с мизги я часто делал белые ягоды по красному типу то есть например вот это ну я думаю что пару дней если по ночью постояла в прохладном помещении я в мизге сняла вчера вечером сейчас 11 утра то есть будем говорить что прошло чуть больше 12 часов уже такой эффект то есть ну может быть еще суток-два если бы оно постояло то вот такого вот плана вот такого как сверху ну вполне можно заливать бутыль в бутылки я думаю что оно будет хорошо либо можно чуть-чуть осветлить желатином но пропорции надо подбирать индивидуально и не все сорта хорошо берут клей в бродящем состоянии некоторые классно некоторые берут плохо то есть но это вам надо будет учесть прошло еще пару дней смотрите и я решила этому суслу помочь все-таки немножко его оклеить дозировка вот на весь этот объем здесь приблизительно 6 литров я добавила 6 грамм желатина но я обращаю ваше внимание что дозировка желатина индивидуальная для каждого сусла некоторые сусла могут этот самый желатин брать очень плохо и вплоть до того что вообще практически не оклеиваться потом в бутылках осадок выпадет но в процессе брожения с этим могут быть реальные проблемы и так когда мы уже вот это добро разливаем в бутылки и определенном уровне остаточного сахара для создания необходимого нам давления нам надо 6 грамм сахара но к сожалению мы приборами никакими такой уровень сахара измерить не можем можем измерить единицу я вам оставлю под роликом ссылку на статью где я подробно описывал эти все расчеты но честно в этом году я очень сильно разочаровалась в некоторых приборах напомню что рефрактометр остаточный сахар измеряет плохо нам надо знать первоначальный сахар потом по специальным формулам рассчитывать сколько алкоголь может показать брикс ну в общем то данные будут не точными что касается вот такого поплавка по еди он должен был бы показать мне точное значение похоже что или у меня бракованный или что но этот прибор меня очень сильно разочаровал потому что измеряя суслов в таком состоянии еще видите там идет брожение на пенка еще есть и например рефрактометру показывает 6 брикс ну либо даже суслов не в таком состоянии но понятно что там еще остаточный сахар есть потому что идут еще немножко процессы брожения и даже кое-где сахар ощущается на вкус а вот эта штука показывает 0 при 20 градусах все как положено но показывает 0 поэтому как ну вот может быть и так на что полагаться как говорится выбор за вами кстати маленький виномер у меня показывал вот там где этот показывал 0 маленький виномер показывал где-то единичку а рефрактометр вот этот вот показывал 6 брикс ну я знаю что мое сусло как бы максимально спирт может показать четыре с половиной брикса значит если 6 брикс показывает то в принципе неплохо но на что еще можно ориентироваться то есть как я вам сказала в идеале то чтобы прибор показал один процент сахара но если там что-то с ним не очень то мы ориентируемся на то как идет брожение вот такой еще интенсивная а когда пенка начинает остановиться более разреженной вот смотрите в этой бутыле может быть плоховато видно потому что и на стенках но все же видно да что пена там есть приблизительно на таком уровне пены можно заливать бутылки и смотрите в разных емкостях у меня сусло осветлилось по разному но у него немножко был разный состав что-то самотек что-то прессовое поэтому желательно перед залить им в дуке мне сейчас снять его с осадка и слить все в одну емкость смотрите вот я все слила в одну емкость видите заметно сократилась пенка кстати наверное заметили вчера бутыли стояли без затворов мне на тот момент просто затвора были не нужны и на те бутылки у меня пробочек не было смотрите сняла с осадка да осветляла брожение сильно замедлилась практически остановилась но напомню меня еще здесь холодно и значит по качеству сусло да можно было бы еще играться желатином и еще больше осветлять но я не буду я не буду я разолью так то есть в какой момент разливать вы смотрите сами единственный совет значит осветляйте сусло заранее не за день до разлива потому что процессы могут идти достаточно медленно каждое сусло напомню по-разному берет клей поэтому может уйти много времени соответственно больше сахара подъестся какие же бутылки мы используем для розлива пятна то бутылки мы можем использовать разные первый вариант это классические бутылки для шампанского но смотрите мы их можем допустим закрывать пластиковой пробкой и закручивать мюзле но если мы в дальнейшем будем работать с осадком сгонять его на горлышко то открывать такие пробки будет крайне неудобно и в принципе для пятна то абсолютно нормально а закупоривать всем бутылки вот такой вот пробкой ну как пивная это называется кронин пробка но смотрите бутылка должна быть специфическая я вам сейчас покажу ближе вот у меня две разные бутылки видите они разные по форме но обратите внимание на горлышко вот оно какое то есть должен быть вот этот ободок то за что будет цепляться пробка обычные зеленые бутылки от шампанского они не подойдут я не знаю может конечно они бывают тоже ориентируемся не на цвет стекла а на горлышко может быть они бывают зеленые и такие я встречала коричневые и белые где достать некоторые магазины продают чисто бутылки но я вообще такой можно сказать сборщик стеклотары все мои знакомые знают что мне вот такие бутылки нужны поэтому когда они пьют напитки в них они их не выбрасывают отдают мне я смываю этикетки мою эти бутылки и использую укупориватель может быть различный все зависит как говорится от ваших денежных средств у меня это вот такая штука но для меня очень удобно и есть он такой ручной то есть тут смотрите сами и еще важно у этих бутылок пробки немножко отличаются от пивных по размеру для классических пивных бутылок 0,33 0,5 литра пробка 26 миллиметров для вот таких 29 и соответственно на укупориватель головка тоже должна быть 29 миллиметров это важно если мы не хотим сильно тратиться да ну потому что это ж надо покупать и пробки покупать и укупориватель покупать мы можем пойти более простым путем и использовать вот такую бутылку бутылку это называется бутылку с бюджетной пробкой сами по себе эти бутылки ну надо сказать не дешевая но кстати бывает вот эта вот штука пластиковая пластиковая однозначно брать не стоит должна быть металлическая напомню сами по себе такие да не очень бюджетные но у них продают пиво соответственно тоже можете поспрашивать ваших знакомых если они пьют пиво из таких бутылок пусть бутылки не выбрасывают отдают вам в чем еще может быть скажем так преимущество использования того или иного способа укупорки есть еще такой важный момент безопасности смотрите по нашим расчетам пятна и не но будет иметь определенное давление в бутылке и по идее все должно выдержать но первое в бутылке может быть определенное там внутренний скрытый скол мы об этом не знаем хозяйки которые занимаются закатками знают что иногда банки там дно раз и отвалилось вроде банка целая горячего налили оно раз и отвалилось то есть в бутылке может быть скрытый дефект пробки эти закрывают очень хорошо и поэтому если мы например ну даже не просчитались но в какой-то момент может быть немножко бум ну а если просчитали с сахаром да я вам говорила что рассчитать его достаточно сложно в наших домашних условиях то может случиться неприятность пусть потом с такими бутылками надо работать аккуратнее с этими бутылками все гораздо проще испытаны на себе дело в том что эти пробки выдерживают определенное давление когда она становится несколько выше они начинают пропускать в прошлом году я делала и 15 в таких бутылках и классическое шампанское оно отличается тем что там более высокое давление и когда я залила в такие бутылки положила их на бочок то большинство из них стало пропускать здесь еще смотрите на пробке есть такая вот резиночка она достаточно жесткая и когда на пробку закрываем вот такую важно ее поставить ну как бы посмотреть не просто взяли закрыли она может чуть кривовато стать а именно поставили ровненько но в любом случае избыточное давление вот эта пробка будет чуть-чуть пропускать нет вы не потеряете газацию ничего страшного не случится но в некоторых случаях вот с такими бутылками будет работать несколько несколько безопаснее с другой стороны когда мы если мы идем по пути работы с осадком будем сгонять его на горлышко то конечно здесь но может быть нам не очень хорошо потому что пропуская с другой стороны еще такой момент я оговорю его сейчас чем ниже температура окружающей среды тем давление в бутылке будет ниже поэтому даже у меня например вот те бутылки которые лежали в комнате при 20 градусах пропускали когда я вынесла их на балкон где было градусов 5 я спокойно смогла их перевернуть поработать с осадком все было нормально этот момент следует учесть но конечно вот эти могут быть бутылки несколько безопаснее итак розлив я показываю вам на другом сусли значит разливаем мы обязательно при помощи шланга никаких переливов из горла в горло потому что идет большое разбрызгивание идет процесс окисления может идти нам это не надо поэтому переливаем при помощи трубочки я использую трубку от капельницы и вот такую обычную маленькую спринцовку все это покупается в аптеке спринцовка хорошо сжимается здесь плотненько поджимается и тянем на себя все грушу отпустили и дальше тоже смотрите шланг максимально вниз вот таким образом чтобы было как можно меньше разбрызгивание и пока все разливается маленький нюанс значит если не планируем работать с осадком то разливаем всю массу если планируем я потом вам еще покажу примеры как бы как это все в может выглядеть так вот если планируем то тогда оставьте из расчета где-то вот на такую бутылку чтоб миллилитров по 200 на всякий случай у вас было на доливку и просто это вино можно выбрать до конца на сухо и доливать таким сухим вином либо вы потом можете долить любым другим сухим вином но которая более-менее подойдет по стилю к тому вину которая вы заливаете на пятна то есть понятно что если мы берем какие-то высокоароматные розовые белые сорта то красным высокотонинным доливать потом не вариантом но чем-то похожим вполне и у купорка я вам уже кроме пробки показывала что это такое есть они еще вот такого плана с пластиком бедюль он по-моему называется с такой вот штукой можно их использовать в зависимости от того что вы найдете с этими штуками удобно работать если потом работаем с осадком потому что здесь он собирается просто я в горячей воде их мой ничего больше не делал закрыли на у купорщик поставили ну купорщик может быть разный и все все закрылось если используем вот такого плана бутылки с бюгельной пробкой прошу прощения тень может плоховато видно но здесь вообще все просто взяли и закрыли и уровень в таких бутылках я всегда наливаю вот этот кусочек теперь отправляем ее в прохладное место оптимум брожение игристых вина в бутылках 10 градусов мы мои вина бродили где-то при 6 8 до этого момента как раз у меня есть возможность держать в такой температуре в такой температуре и оставляя я вам сейчас много рассказывала о том что а если мы работаем с осадком а если мы не работаем как понять надо мне работать с этим осадком либо не надо первое наше желание хотим работы хотим не работаем второе состояние сусла и состояние вина состояние сусла бывает разным я вам показывала что-то лучше осветляется что-то хуже что-то хорошо оклеивается что-то реально оклеивается плохо в процессе и конечно если но чем более мутно сусла будет тем потом все-таки желательнее с осадком поработать сейчас я вам покажу два примера смотрите вот это два разных пятна то они немножко отличаются по цвету к сожалению сейчас уже вечернее освещение не самое лучшее но я думаю что вам и так видно вот это более прозрачная да а вот это такое мутненькое ну конечно вот в принципе в принципе 15 допускает как прозрачные так и мутные напитки это уже на ваш вкус но смотрите вот здесь я оклеивала перед тем как залезю в бутылку и процесс прошел не совсем до конца видим что у нас на пробочке вот такая каша то есть я почему и держу бутылку вниз горлышком до чтоб не взбалтывать эту кашу я ее потом удалю так она у вас будет собираться на донышке и вы когда в бутылке увидите вы решите вы хотите эту кашу оставлять либо не хотите потому что понятно что с пузырьками она поднимется если в принципе все вот такое вот мутненько ну ничего страшного да такой напиток абсолютно нормально пить он абсолютно хороший но тоже вот показываю что у нас на пробочке а вот смотрите еще один образец цвет какой красивый да но видите сколько осадка ну так получилось она не очень хорошо оклеивалась и я его ну уже пора было заливать я вам говорила о том что лучше оклеивать заранее тогда будет проще и этим дату здесь однозначно надо удалять смотрите а здесь пример на чуть-чуть фактически тоненький дрожжевой осадочек на донышке и с этой бутылкой можно вообще ничего не делать а просто ее открыть и выпить ну мы понимаем что в той партии где мы с осадком не работаем там давление может быть чуть больше пузырьков будет чуть больше а там где мы с осадком будем работать поскольку мы будем доливать туда вино вместо того что мы убрали то там давление будет чуть меньше пузырьков будет чуть меньше но честно сказывается это незначительно поэтому смотрите сами то есть я рекомендую принимать решение работать с осадком или нет в зависимости от того как у вас в итоге получилось но в принципе изначально да вы принимаете решение оклеивать суслы либо не оклеивать тоже в зависимости от того хотите вы потом с этим самым осадком возиться либо нет теперь работа с осадком мы начинаем с ним работать тогда когда у нас брожение по времени мы считаем что уже закончилась очень важно чтобы это происходило в прохладном помещении и здесь элементарная физика значит когда прохладно давление в бутылке меньше и работать с ней более безопасно потому что я вам говорила рассчитать давление которое у нас будет в бутылке на самом деле очень сложно потому что нет приборов которые точно нам измерят сахар поэтому чем прохладнее тем нам будет легче ну понятно что температура плюсовая ну вот то плюс 10 вообще будет классно конечно для этого должно быть все специальное устройство пипитр такие наклонные дощечки но у меня нету такой штуки конечно можно ее купить можно попробовать сделать самому но сейчас немножко не на это поэтому я использую подрочные материалы и у меня вот это обычные корзинки тоже часто в роликах про шампанское конечно же мелькает вопрос безопасности что вот бутылки могут рваться надо быть осторожным что же вы людей не предупреждайте но я думаю что все люди взрослые все люди умные и немножко это понимают но смотрите самое простое да вот отвернули бутылку от себя понимаете и кротите и если что все пойдет мимо мать и мимо точно так же вот пойдет куда-нибудь ну туда понятно что лучше не в упор но вот таков в таком варианте скажем так отставили посмотрели чтобы направление было не на вас все самое простое подстраховались потому что рует как правило донышки как сгонять этот самый осадок занимает это приблизительно все около месяца каждый день нам бутылку надо поворачивать все насколько я помню там на три четверти поворачивать и немножко стукается ну вы смотрите так как у вас получается и сейчас вот эту бутылку я подниму она как раз у нас будет показательная вот видите вот у меня к сожалению нету время возможности сейчас каждый день поворачивать часть осадка у меня собралась на пробке часть еще на бутылке почему надо каждый день чтобы вот этот осадочек он так не концентрировался видите я начинаю мешать он начинает сбиваться и вот так я его помешала и теперь бутылку переложу другой стороной ну а вот для примера другом бутылка здесь здесь практически уже все спустилась и все хорошо теперь этот самый осадок нам нужно как-то удалить из бутылки как это сделать я думаю что наверняка вы встречали ролики в интернете ролики с производства где горлышко бутылки замораживают затем открывает пробку и осадок выстреливает но в домашних условиях это делать крайне неудобно во первых сложно заморозить создать такую температуру во вторых это все равно грязь так надо думать где это все делать потом все это убирать вымывать не совсем удобно самый простой и практичный способ для домашнего использования это удаление осадка в воде смотрите значит температура бутылки 6 половиной градусов они у меня на балконе стояли то есть мы бутылку не замораживаем и горлышко не замораживаем и просто берем охлажден теперь опускаем под воду берем удобно чтобы нам было удобно все открывать и открываем все осадок выскочил и теперь если мы планируем хранить значит нам надо долить сюда какой-то вино материал на место того что у нас освободилось я долила у меня розовенькая закрываю и храню в прохладном месте после доливки мы вновь укупыриваем бутылки с беглеими пробками все понятно что касается других бутылок тут у нас есть несколько вариантов это может быть с пластиковая пробка с мюзле такие пробки продаются в специализированных магазинах это может быть корковая пробка но вот корковых я таких не встречала с мюзле либо можно точно также закрыть кронин пробкой оставляем все в прохладном месте ну и теперь наш напиток можно потреблять важный момент игристые напитки на осадке можно держать долго а например классическое шампанское на осадке выдерживают вплоть до несколько лет что касается пятна то пятна то конечно как правило потребляют молодым напомню 15 такой напиток довольно демократичный но если у нас он например был достаточно хорошо осветлен и образовался только дрожжевой осадок то на дрожжевом осадке мы можем выдерживать достаточно долго сколько я вам точно не скажу все надо пробовать на конкретных примерах на конкретных виноматериалах но выдержка игристых напитков на осадке это технологический прием который позволяет придать напитку особый уникальный аромат но я с вами прощаюсь большом спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды мои контакты и до новых встреч